Друзья, 30 апреля 2016 года указом президента Российской Федерации отстранен от занимаемой должности начальник главного управления исполнения наказаний по Свердловской области Сергей Вячеславович Худорожков. Наконец-то наши области избавили от руководящего лица, благодаря которому в области процветали вымогательства и имели место пытки заключенных. Все это доводилось до общественности, были возбуждены уголовные дела, было куча, конечно, и отказов по явным фактам вымогательств. Все это позади, но все же принесет свои результаты. В настоящий момент мы будем надеяться на то, что в Свердловской области появится адекватный человек, который будет возглавлять Главное управление Федеральной службы исполнения наказаний по Свердловской области, который будет слышать людей, организации, которые кричат о проблемах, которые имеют место и не только слышать, но и разрешать эти проблемы. Мы надеемся на адекватное новое руководство, которое, в отличие от предыдущего, будет вести диалог с правозащитниками, с членами ОНК. Конструктивный диалог, а не считать их врагами и провокаторами. Многие мне вот сейчас пишут, и им не верится, что такое произошло. Некоторые пишут и думают, что это фейк. Для тех, кто сомневается, вот я вам показываю указ президента Российской Федерации, в котором на странице номер 2 мы видим, что освобождают от занимаемой должности. Сергея Вячеславовича Худорожского, которого возглавлял в ГУФСИН России по Свердловской области. Вот печать канцелярии. Соответственно, подпись президента Российской Федерации Владимира Путина. Вот он указ. Все официально. Все было недавно опубликовано. Ну и то есть, соответственно, завтра все уже об этом узнают, многие уже об этом узнали. Мне звонили уже и правозащитники, и члены ОНК по Свердловской области. Благодарили, что вот такую новость им ночью сообщил, благоприятную. В общем, слава Богу за все. Мы надеемся на адекватное руководство ГУФСИН России по Свердловской области, которое сменит то руководство, которое было неадекватное. До свидания. Всего доброго. Храни вас Бог. Продолжение следует.